Глупый парень, да! Бедолага! Космонавты, отойдите! Хватит тут ходить топтать! Вдруг через другое... Нормально! Космонавты там, слышишь, бороздить просторы космоса собрались, он их жестко так, веником по голове. Здорово, глупый парень! Что такое алименты? О! До этого все-таки дошло! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и, наконец-то, глупый парень ответит за всех тех детей, которых он наплодил. Это шорсы крутого папы, называется «Глупый парень на работе». Видимо, на работу пойдет, чтобы, собственно, расплачиваться. Да это просто кусок льда, чувак. Ты че? Не, ну ты дурак, конечно. Кусок льда выпил, говорит, холодненькая. Конечно, холодненькая. Ставьте лайк, ребята, и поехали! Глупый парень, да! Бедолага! Ужас! Я совсем фигово, на работу не пойду! Ну и правильно! Начальник звонит! Ааа! Ну и где ты потерялся? Разбалился не могу! У нас скоро пуск ракеты, за неявку выгоню! Кто? Где он работает? Пэй, парень испугался! И он, Маск звонил? Усапник! Схватил пропуск и одежду, чтобы охрану проскочить! Так вот, я-то думал, ты на работу идешь, чтобы по алиментам расплатиться, а ты батю своего подменяешь, алкаша тупого, который напился холодной попсиколы этой, как роблокс... Блоксиколы! Ну это правильно, это ты молодец, это продолжать. Конечно, продолжать, что-то... Как такие вопросы даже задавать можно? Конечно, продолжать. А че тут, кстати, плей алимони... А, да-да-да, я даже вот это не рассмотрел! А чертихи, да? Ну-ка, еще раз, еще раз, смотрите. Еще раз, внимательно сейчас, каждый кадр, каждый кадр. От чертихи алименты, от островной ребенок алименты, от русалки. Плати алименты, алименты, алименты. Вот, да, все, попал, попал ты, чувак. Поехали, вторая серия. Быстро добежал до космогома, пост охраны проскочил. Мужики, здорово! О! Наконец-то появился, хватай веник, и мети. Скоро будет двух ракеты, а у нас тут все в пыли. А, так вот, чем он тут занимается. А я-то подумал, ничего себе, какой умный алкаш, пусками ракеты занимается. Ну, ну да, если все в пыли, то как ракету пускать? Согласен, согласен, товарищ Принглс. Да, как? Мужик с чипсов Принглс, кстати, работает на космодроме. Я справлю! Давай, давай, красавчик. Парень, как на батарейках, начал площадь подметать. Космонавты, отойдите, хватит тут ходить топтать. Вдруг через дыро в заборе прибежал воровый пес. Не, ну ты вообще обалдел. На корабль прям понес. Космонавты там, слышишь, бороздить просторы космоса. Собрались, он, как его, жестко так, этой, веником по голове. Стой, блохастый! Стой, блохастый, да. Опа, опа. Сейчас нажмет кнопку какую-то, как всегда, своей жопой. Сядет, да? И в итоге потом ракета улетит не тут. Кто бы сомневался. Кто бы, ребята, сомневался. Ну, конечно, еще. Еще, еще. В космодроме, да, еще хотим. Еще, пропуск, пропуск. Так, давайте, следующий видос. Опа, опа. А, так он внутри ракеты был? Блин, класс. Теперь мы знаем, что Земля реально плоская, ребята. Теперь мы знаем, да. Это же... Это же чувачок из этого, из фильма «Луна» с Сэмом Рокуэллом, которого Кевин Спейси озвучивает. Я не помню, как его зовут. В это время развлекайтесь космопищей, угощайтесь. Хе-хе, курочка. И вот это я попал, лучше б тебя не догонял. Все, ребята. Глупый парень в космосе. Гравитация. Надо отменять гравитацию. Все. А что, так можно сделать, я не знаю, на космическом коре? Отменил гравитацию, и все типа инормально. И нет гравитации. Разве такое бывает там? Я, конечно, не спец. Давай жить дружно. Мы здесь надолго. Это точно. Вам лететь прям дофига, скажем так. Куда вы вообще собрались? Представляете, этот человек и под водой бывал, и в аду попадал, и в ад там, и с кошкой волшебно разговаривал с котом Мурлаем. Теперь еще и в космос летит. Ну, это просто... Это был звук, можно сказать, попадающего мусора. Я бы так сказал. Я не убрался тут. Блин, это плохо. Ладно, поехали, потом разберемся. Так. Внимание. Внимание. Опасность. Метеоритный дождь. Понял. Соберем. Что? Сколько соберем? Ну, много соберем, короче. Ясно, понятно. Так, ладно, и последний видос. Глупый парень на работе. Ну, он уже... Не на работе, он в космосе, я бы сказал, да? Оказался глупый парень в непростой ситуации. Прилетел метеорит. Расгерметизация. Парень взялся за штурвал и как мог рулил. Но еще один булыжник прямо в сопол. Кошмар, он вообще там не долетит никуда. Согласен. Безмоторную ракету закрутило, завертело. Метеора не снесло. На планету занесло. На Марс или куда? К инопланетянам глупый парень угодил. И космической ракетой им ограду повредил. А, ну это все. Слушайте, это какие-то андроиды какие-то. Это даже не инопланетяне, это какие-то механические существа. Так, как эта игра? Клон дрон in the danger zone. Вот сейчас будет. Отдайте этого пришельца ученым для опыта. А, собачку. Бедная собачка. Капитан, корабль прилетел с этой планеты. Это война. Поджарьте. Не, ну это, конечно, ужасно. Я согласен. Солнце? Они... А, они типа решили, наверное, усилить солнце, если поджарьте, да? То есть они лучом усиливают эффект солнца. Солнце становится еще более жарким и всех жарит. Ну ясно, понятно. Пока что на этом все, ребята. Пока что глупый парень на этом закончился. Но есть еще кое-что. Вот новый шорт спамами киллер. Давайте посмотрим. Мама наказала дочь. За твои двойки месяц без телефона. Ух ты. А как ты будешь мне звонить? Хороший вопрос. Тогда месяц без компьютера. А как ты будешь мне писать в чате в компьютер? Ай, да пофиг. Тогда без телевизора. Ну все. Месяц без еды и одежды. О, не, ну это уже серьезно, слушай. Ну месяц без еды. Ну подумаешь, доченька там, ну не доживет немножко. Ну зато наказано, да, зато наказано. Смерти моей хочешь? Тогда месяц без душа. И это не обсуждается. Слушай, я уже не знаю, по-моему все пере... Фу, ты тоже наказан. Ты тоже наказан, я так хотел сказать. Этот по жизни наказан, да. Тут все понимают. Внучка, вонь это лучшее оружие. Как-то раз на войне... О, понятно. Как-то раз на войне ты пукнул, и все вьетнамцы убежали, да. Или с кем вы там, я не знаю. Мне у меня кончились патроны. Что, грязной одеждой начал швыряться или что? И только вонь меня спасла. О, господи. Зря ты где-то таскал. О, ювелирка. Так. Подождите, что-то я не понял этот великий план. А, то есть она таким образом будет воровать в магазинах. Замечательно. Какой поучительный мультик. Ну, Мэрс, мы осуждаем. Конечно, конечно же мы это, ребята, осуждаем. Вообще никаких разговоров. Ладно, ребят, на этом заканчиваем. Кликайте вот сюда. Здесь тоже видосик, который вам понравился. Если Эд зашел, понравится по-любому. Поэтому кликайте, не пожалеете. Всем счастливого удачи. Пока. Пока увидимся вот тут.